Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про родителей, которые, значит, заставляют Екатерину, автора вопроса, учиться там, где она не хочет, вот, потому что потрачена много денег, вот. У нее произошел разговор с младым человеком на тему того, кем она хочет быть, вот, разговор по ее словам, тяжелый и серьезный, я вот, кстати говоря, не очень в данном случае понял, почему этот разговор тяжелый и серьезный. То есть, ну, как бы, что для вас, что для вас в этом разговоре, да, тяжелого и серьезного? Вот, это первое. На что хочется обратить внимание, да. Второе. Значит, Екатерина пишет, что недавно они поругались и, значит, как бы автор вопроса обвинила родителей своих в том, что не умеет любить, да, в том, что, в общем, в своих трудностях, которые, вот, да, ну, которые, вот, она испытывает. Ну, вот, обвинила, значит, их, вот, на что родители, соответственно, ну, в ответ, как бы, обвинили ее. Что в этой ситуации мы видим, да, вот, ну, в первую очередь, Екатерина, мы видим отсутствие у вас так называемого первого вопроса. Вот, 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 вот вы говорите вопрос, как бы у вас еще второй есть, да, вот, первый-то вопрос, какой? Не очень понятно. То есть, вы такое ощущение, что хотите от нас разрешения, вот, разрешения на то, чтобы жить своей жизнью, вот. Ну, если вы хотите разрешения жить своей жизнью, то оно вам не нужно, вот. Разрешение вообще никому не нужно жить своей жизнью, но если оно нужно вам, значит, вы до сих пор находитесь в позиции ребенка. То есть, что это значит, это значит, что не принимаете себя, безусловно, и свои желания, свои желания не принимать, безусловно. Вот, а вам, ну, как бы, проще, проще обвинить своих родителей в том, что они, грубо говоря, сделали что-то не так. Вот, вам проще обвинить родителей. А чем, как бы, брать на себя личную, личную ответственность за то, что происходит с вами, вот. То есть, как бы, у родителей свои цены, у вас свои, но они увидят, что вы, по-прежнему, нуждаетесь в их одобрении. Почему? Потому что считаете, что они знают лучше, чем вы. То есть, это едва ли не, ну, едва ли не ключевой аспект, вот, как бы, этой ситуации в целом, которую вот вы описываете, так скажем. И, соответственно, соответственно, на мой взгляд, двигаться вам нужно как раз вот, ну, как бы, в этом направлении. В общем-то, то есть вам нужно двигаться направлении того, чтобы принимать себя, вот, такой, какая вы есть, вот. Понимаете, да? А не стараться, там, угождать, как бы, родителям, в этом смысле. Вот, самим стал родителям, но все равно вы не угодите. Ну, опять же, повторюсь, в этом смысле, вот. Но вы пытаетесь это сделать, вы пытаетесь сам угодить, и, соответственно, из-за этого страдает очень сильно. Вот, как-то, как-то, как-то там. Следующий момент – это конфликт. Конфликт. Следующий момент – это конфликты, конфликты между вами родителями, да? Опять же, вопрос. Какой ваш вклад в ссору с ними? То есть, ну, вот, вы ссоритесь с ними, да, вот, какой ваш вклад в ссору, в конфликт? Ну, конкретно, конкретно ваш, вот, конкретно ваш вклад какой. Вот. Это очень важно увидеть, очень важно этот момент зафиксировать, потому что, не много, не мало, от этого зависит ваши, ну, не побоюсь этого слова, а, ну, будущие отношения. Вот. Поэтому тут, на мой взгляд, нужно увидеть и это тоже. То есть, тут нужно обязательно на это обратить вам своё внимание. Без вас конфликтов бы не было. Вот. Дальше. Чувство вины, скорее всего, перед родителями. У вас есть. Если есть, им тоже нужна работа. Вот. То есть, число вины – это ощущение, что вы какая-то не такая, опять же, да. Вот. А, ну, по причине того, что вы поступаете так, как хотите сами. Вот. То есть, если я поступаю только я хочу, я обязательно там ошибусь тогда. Вот. Границы между вами и родителями необходимо выстраивать. Вот. Сепарировать в какой-то степени от них. И учиться доверять себе и принимать ответственность за свои действия, но и за свои ошибки тоже. Ну, потому что, на мой взгляд, очевидно, что без ошибок не получится, да. Как бы, ну, вот, не получится, вот, пройти по жизни, как-то, вот, без ошибок. Вот. И, соответственно, если мы говорим о том, что без ошибок не получится, то вам необходимо учиться, вот, как-то, свои ошибки, ну, вот, принимать, да, вот. И, как бы, относиться к нему как к чему-то нормальному и, в общем-то, извлекать из этого ресурс. Вот. Но, повторюсь, в первую очередь, это именно сепараться от правителей, выстраивать с ними личные границы и работать с теми рэкетными чувствами, которые, ну, которые у вас появляются. Так я бы сказал, я бы так сказал, ну, вот, в данной ситуации конкретно, я бы, вот, на это бы обратил, ну, вот, ваше внимание, скажем так. Вот. Вот. Такой, значит, ответ. И, второе, второй вопрос, как оборвать просто одно и две стремления сильного общения с ними? Екатерина, а, вот, хороший, кстати, вопрос, ну, а, из чего состоит ваше желание, вот, с ними, как бы, общаться, вот? То есть, ну, чего вам в этом общении хочется, то есть, если вы хотите с ними общаться, вам чего-то хочется? Вот, давайте, постараемся определить и выявить, чего же вам хочется, вот. Я думаю, хочется какой-то опоры, я думаю, хочется стабильности, потому что, а, себе вы, вот, ну, совершенно очевидно, да, не доверяете, вот, я думаю, так. Но, я могу ошибаться, поэтому, поэтому нужно подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Вот. Собственно, можно не гадать, если вы просто, вот, посмотрите, да, на что, вот, с чем связано стремление, как бы, с родителями общаться, ну, с родителями общаться, да, вот, просто, вот, если вы, ну, обратите на это внимание, я думаю, что, многие вещи вам будут, ну, как-то, вот, попонятнее, чем, вот, с чем это сейчас, ну, выглядит, вот. Ну, тут многое, конечно, зависит от вас, то есть, тут многое зависит от того, хотите ли вы, ну, на самом деле, над собой работать, вот. Потому что, если, вот, то, что вы спрашиваете, то, что вы, ну, ну, вот, все вопросы, которые задаете, да, если это такая вот довольно плавная история, например, то вам ответ на вопрос не поможет никак от слова совсем. Поэтому, тут, как бы, без вариантов. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого лучшего и обращайтесь за помощью. Обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Обращайтесь.